Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, два месяца назад ушла от токсичного мышины, он стал мстить, вот, угрожал, если не вернусь, то подставят меня и моего брата. У него друзья прокурорские, они решили действовать. Были звонки с незнакомых номеров, сообщения, угрозы, шантажи, или возвращаясь к нему, или была задействована помощница прокурора. У меня оказывалось давление с её стороны, но самое страшное, они решили сломать жизнь моему ребёнку, в итоге нервно срыв в сильной успокоительной больнице. Прошло два месяца, он остыл, но я всё время думаю об этом. Его я простила, но как простить его друзей, не знаю. Понимаю, что надо, но эта обида глубоко засела в сердце, как мне всё это забыть? Вопрос задаёт человек с ником Снежана, вот. Значит, здесь ситуация следующая. Вот. В первую очередь, вы созависимы и являетесь созависимым партнёром. К большому сожалению. Это первое. Второе. С обидами можно проработать, вот. Но обиды и проработка обид не решат ваших проблем, в смысле выстраивания отношений, отсутствие границ у вас, и занизенной смазки, которая на данный момент у вас присутствует, к сожалению. Поэтому вам нужна психотерапия для созависимых, вот. Вы можете, в принципе, ну, сами, сами можете поисследовать, что это такое. Вот. Сами можете изучить этот, так скажем, вопрос. Вот. И, соответственно, начать работать в этом направлении. Вот. Чтобы больше такого не повторилось. Вот. Ни с вами, ни с кем-то из ваших родных. Вот. Кроме того, важно защищать свои права. Вот. И важно, значит, соответственно, привлечь этих людей к ответственности. Вот. Прощать их не за что. Прощать их не нужно. Такое прощать нельзя. Вот вы видите, да? Вы не думаете, как себя защитить. Вы не думаете, как восстановить свои права. Вы думаете о том, как бы их просить. То есть, избежать ответственности, опять же. Вот. Еще важный момент, как вы смогли просить машину. Да? То есть, как бы, нет ли здесь, опять же, вот этого налета созависимости. Вот. Потому что, ведь в боевой инициативе все это произошло. В целом, я вижу вот такое направление работы. Тогда можно сначала поработать с абжиатами, вот, помочь вам их проявить, отпустить. но потом, потом необходимо вот работать именно по тем направлениям, которые я описал, вот. Потому что мы в противном случае, да, ситуация просто повторится, вот, в противном случае, то есть, ситуация просто, если не будет с этим мужчиной, да, то вот с кем-нибудь другим вы вот снова в таких отношениях окажетесь, потому что это не случайность, что вы с таким человеком, ну, в отношениях оказались, это не случайность, вот. Это важно понимать, что это не случайность, очень важно понимать, вот, ну, как бы до тех пор, пока вот вы не отдаете себе в этом отношениях, да, пока вы не осознаете этого, вот вам, конечно, будет весьма и весьма нелегко, вот, потому что есть вещи, которые, повторюсь, прощать нельзя, вот. Особенно, если речь идёт о других, да, и так далее. Вот как-то так. Мне вопрос ваш показался несколько провокационным, потому что, ну, здесь, на мой взгляд, всё очевидно, да, то есть, как бы, очевидно, что было совершено преступление против вас, очевидно, что как-то вот вы себя и своего ребёнка, в общем-то, ставите жертвы, вот. И, как бы, то, что вы, например, сами этого не замечаете, да, это, конечно, несколько выглядит странно и провокационно. Ну, как бы, вполне может быть, что вы действительно этого не замечаете, вот. Тогда я, тем более, говорю о том, что вам необходима терапия, вот, психотерапия. Травмы, да, травмы, которую вы получили, вот, психотерапия, поведение, которое приводит вас к тому, вот, к такому, ну, к таким мужчинам, да, да. Вот, и так далее. Ну, серпа имеет смысл, ну, только если вы, вот, сами хотите с этим разбираться, да, так вот, если вы хотите, ну, действительно с этим работать, вот, понимаете, да? Ну, по крайней мере, вот, с моей точки зрения, да, это выглядит примерно так. Вот с моей точки зрения, да, с моей позиции это выглядит так. Все совершенно очевидно. Ну, надеюсь, что для вас, в принципе, точно. Потому что ситуация серьезная, достаточно. Вот, и то, что человек, вот, как вы говорите, остыл, да, это ничего не меняет. Не меняет факта преступления, не меняет факта того, что человек по отношению к вам поступил аморально, вот. И, в общем-то, ну, как бы, продолжает это делать по большому счету, к сожалению. Вот, к сожалению, повторюсь, к сожалению. К сожалению, все равно будет продолжать это делать, да, если вы, вот, как бы, ну, если вы никак не отреагируете. Вот. Понимаете? Я надеюсь. О чем идти притча. Вот. Вот. Как бы. Такой ответ. Я мог бы вам предоставить. Сейчас вот. С точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. На этом все. Все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Надеюсь, вы им дадите какую-то обратную связь. Вот. И, соответственно, начнете работу над собой. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Кстати, у меня на трёх uzи вhoo. Удачи! 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 Продолжение следует...